Этой осенью твоя взрослая жизнь начинается здесь. Тебя ждет захватывающее приключение, множество интересных локаций, 14 уникальных факультетов плюс колледж. Геймплей, приближенный к реальному миру. Прокачивай ум, выносливость, здоровье или влияние. Сохранение после каждой сессии, множество дополнительных квестов и миссий. Не мобильная игра, а реальная жизнь. Становись лучше в легендарном обучающем мире РГСУ. Петров, Петров, убери телефон. Всем привет, с вами снова РГСУ. И сегодня наш второй день знакомства с ВУЗом. Студенческая жизнь отличается своей уникальностью. У нее имеются свои особенные ресурсы и составляющие части, помогающие в учебе, в том числе и электронные. Есть вещи, с которыми должен ознакомиться каждый студент. Причем не просто ознакомиться, а овладеть в совершенстве. Сегодня речь пойдет как раз-таки о них. Что такое СДО? Зачем нужен сайт РГСУ? Как пригодится парк-колио? Об этом поведает ведущий специалист операционного отдела Фролов Александр Егорович. А про стипендиальные карты расскажет директор научно-исследовательского института социальных инноваций Панишова Анастасия Сергеевна. Добрый день, дорогие студенты. Спешу поздравить вас с поступлением в Российский государственный социальный университет. Пожелать вам интересного учебного процесса, упорства и легкости в достижении поставленной цели. Меня зовут Александр Фролов. Я являюсь одним из сотрудников Центра сопровождения образовательной деятельности, который будет вам помогать и сопровождать вас на протяжении всего пути обучения. РГСУ – цифровой вуз, который следует современным тенденциям. Все оказываемые услуги возможно получить в электронном виде, через ваши гаджеты, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и планшеты. И это очень удобно и экономит личное время студента. В университете наши студенты и преподаватели используют виртуальную образовательную среду, которая направлена на то, чтобы облегчить жизнь студенту и упростить процесс обучения и получения документов. При поступлении для каждого студента формируется личный кабинет, персональный, защищенный интернет-сервис РГСУ. Он открывает доступ ко всем инфоэлектронным информационным ресурсам вуза. Вам уже должны были прийти логины и пароли на вашу электронную почту, которая была указана при поступлении. Я надеюсь, вы не шутили со сотрудником приемной комиссии и указывали актуальный действующий электронный адрес. Ведь именно на эту почту будут приходить важные информации от университета, уведомления о рассмотрении ваших заявок и ответы на направленные ранее вопросы и обращения. В личном кабинете студента возможно многое. Заказывать необходимые для вас и ваших родителей документы. Например, справку, подтверждающую обучение. Справку о периоде обучения, о размере стипендий, выписке из приказов и многое-многое другое. Узнавать последние изменения и новости. Просматривать свои расписания учебных занятий и сессий. Узнавать расписание преподавателей. Ослеживать успеваемость. Проверять наличие задолженности по учебе. Также в личном кабинете находится главный атрибут студента. Да, это электронная счетная книжка и студенческий билет. В чем же удобство данных документов, спросите вы, а я отвечу. Они доступны в личном кабинете студентов по индивидуальному логину и паролю. Не требуют физического места хранения. Содержат всю информацию об успеваемости студента. Обеспечивают онлайн-контроль за успеваемостью. И даже могут быть доступны вашим родителям для отслеживания успеваемости. Ведь мы знаем, как родители порой волнуются и переживают за вас. Но самое главное, электронный документ никогда не потеряется. Еще одним информационным сервисом для студентов является сайт РГСУ. Он один из главных источников информации. На сайте университета отображены важные новости, объявления, информация, нормативные документы и многое-многое другое. И теперь забываем про раздел поступающих и находим долгожданный для вас раздел студентам. Вот и новая ступень в вашей жизни. Здесь вы найдете навигатор первокурсника, расписание учебных занятий, расписание сессий, информацию о централизованном деканате, об осеннем семестре 2020-2021 учебного года, органы студенческого самоуправления, в студенческом совете-сенате, библиотеке, волонтерском центре и прочем. Знаете, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране работа всех служб университета организована таким образом, чтобы максимально предоставить необходимую информацию, документы, справки в дистанционном режиме. Документы, которые возможно изготовить в электронном виде, будут подписаны электронной цифровой подписью и направлены на вашу электронную почту. Документы, которые не могут быть изготовлены в электронной форме, по заявлению студента могут быть направлены в почту России. Для более удобного получения информации и оперативного решения вопросов для обучающихся РГСУ создан Телеграм-канал «Виртуальный деканат РГСУ», где в чате всегда можно уточнить информацию и задать любой вопрос. Канал у нас публичный, и найти его достаточно просто. Достаточно в поиск приложения Телеграм ввести «Виртуальный деканат РГСУ», войти на канал и по первой же ссылке к публикации перейти в наш чат. У многих служб РГСУ также имеются свои Телеграм-каналы. Возможно, вы уже сталкивались, будучи абитуриентами, с чатом приемной комиссии. Но также у нас есть чат отдела социальной работы со студентами. По вопросам заселения и общежития, назначения стипендий, социальной поддержки, чат бухгалтерии РГСУ, по вопросам поступления денежных средств, за оплату обучения или начисления стипендий, чат миграционного учета для иностранных студентов. Но помните, что по всем возникающим вопросам в первую очередь вы обращаетесь в наш чат в Телеграм, либо на электронную почту decanatsobako.rgsu.net. Мы всегда вам подскажем порядок действий и поможем разобраться в любой ситуации. В рамках предстоящих мероприятий по вашему знакомству университета 8 сентября мы более подробно познакомимся с Деканатом, информационными сервисами и доступными услугами, предоставляемыми вам в электронной образовательной среде. Желаю вам успехов в учебе. До скорых встреч! Добрый день! Меня зовут Пенишова Анастасия. Я директор научно-исследовательского института социальных инноваций. В РГСУ, начиная с 2016 года, реализуется проект «Кампусная карта». Этот проект реализуется совместно с ГУПом СР, Московский социальный регистр и Сбербанк. На базе карт Сбербанка и социальной карты москвича мы реализуем студенческую карту. Выпускает ее университет для студентов. По этой карте предоставляются студентам льготы, такие же, как и по картам москвича. Это посещение музеев, это скидка на проезд в общественном транспорте и много-много еще скидок там в различных магазинах ритейловских. На сайте Московского социального регистра можно ознакомиться с этой информацией, а также на сайте Мосру. Также банковским приложением там будет являться приложение Сбербанка, потому что это основной банкомитент. В этом году кампусные карты будут выдаваться на территории Сбербанка, начиная ориентировочно с 14-го числа, сентября. Выдача карты будет осуществляться так, начиная с 14-го сентября в отделении Сбербанка по улице Преображенская площадь 7А. Для получения карты необходимо с собой иметь паспорт. На территории университета кампусная карта является пропуском, то есть автоматически после того, как вы ее получите, данные будут переданы, загружены во внутреннюю информационную систему ВУЗа, и вам по этой карте будет предоставляться допуск на территорию кампуса через турникеты проходные и, в принципе, в общежитие тоже. В случае, если вы потеряли карту, или у вас по ней возникли какие-либо вопросы, для блокировки карты необходимо, первое, позвонить в Сбербанк. Для того, чтобы сохранить баланс карты именно проездной, как проездного билета, необходимо будет обратиться в Московский социальный регистр. Там на сайте у них все это прописано, там есть алгоритм решения данной проблемы. И также существует круглосуточная служба поддержки у Сбербанка и у Московского социального регистра, которая помогает решать вопросы. Банковские вопросы, связанные с платежами, решает Сбербанк, а вопросы по льготам, предоставления по данной карте, решает Московский социальный регистр. Наш университет не просто так назван социальным. Сама идея социального содействия студентам является для нас наиважнейшей. В нашем ВУЗе существуют структуры, непосредственно отвечающие за решение социальных проблем и оказывающие необходимую помощь и поддержку. О них и пойдет речь. Отдел социальной работы со студентами, которые занимаются вопросами общежитий и стипендий, представит специалист по учебно-методической работе первой категории – Лазарева Дарья Алексеевна. Добрый день, уважаемые первокурсники, уважаемые студенты РГСУ. Я рада поздравить вас с началом нового учебного года. И хотела бы с вами немного поговорить сегодня от лица сотрудника управления молодежной политики отдела социальной работы со студентами. Мы в рамках нашего отдела традиционно занимаемся такими вопросами, как стипендии и общежития. И для того, чтобы у вас появилось понимание, как все это у нас работает, я расскажу об этом немного поподробнее. В первую очередь, наверное, коснемся того, какие у нас есть стипендии. Первая, наверное, самая известная – это обычная стипендия, государственная, академическая. Это та стипендия, которая назначается вам в зависимости от вашей успеваемости. То есть, если вы учитесь на бюджетной основе, на очной форме, вы можете претендовать на ее получение в том случае, если вы заканчиваете сессию без оценок удовлетворительно и на момент ее назначения не имеете каких-либо академических задолженностей. Ну, то есть, простым языком у вас нет долгов по учебе, каких-то незакрытых дисциплин. Соответственно, при наличии оценок 4 и 5 вы можете получить данный вид стипендии. Она назначается у нас два раза в год. Соответственно, по окончании каждого учебного семестра происходит рассмотрение всех оценок и она назначается тем, кто соответствует предыдущим условиям. Вторая стипендия – это повышенная государственная академическая стипендия. Соответственно, она напрямую связана с первой. В наших кругах она негласно называется активистской стипендией. Сейчас объясню почему. Это та стипендия, на которую могут претендовать наши студенты при наличии каких-либо активностей в рамках нашего университета. То есть, при том условии, что они соответствуют одному из критериев и достигают особых успехов в какой-либо деятельности – научной, спортивной, культурно-творческой и так далее. И при этом, соответственно, также не имеют каких-либо задолженностей или оценок удовлетворительно. Как правило, сбор документов на данную стипендию осуществляется при помощи заместителей деканов на ваших факультетах. Сотрудники нашего отдела оперативно доводят информацию о сроках подачи документов до факультетов. Дальше информация распределяется через заместителей деканов, по кураторам групп, по старостам и так далее. И вы можете предоставлять свои документы в утвержденной форме своим заместителям деканов. После этого мы будем рассматривать все поданные заявки. Следующая стипендия, которая назначается в рамках нашего отдела – это социальная стипендия. На социальную стипендию у нас традиционно претендуют те студенты, которые, опять же, обучаются по очной форме обучения на бюджетной основе и относятся к тем льготным категориям, которые указаны в пункте 5 статьи 36 Федерального закона об образовании номер 273. Соответственно, там указан полный перечень тех студентов, которые могут претендовать на получение данного вида стипендий. Вы можете ознакомиться с этим перечнем, и в случае, если вы относитесь к одной из этих категорий, вы имеете право на получение данного вида стипендий. Следующая стипендия – это повышенная государственная социальная стипендия. То есть, соответственно, это также социальная стипендия, которая назначается льготным категориям студентов, но в повышенном размере. Требования для ее получения, собственно, примерно похожие. Вы должны относиться к одной из льготных категорий, которые перечислены в федеральном законодательстве, а именно в пункте 5 36 статьи 273 Федерального закона. И, соответственно, по результатам зачетной экзаменационной сессии иметь оценки хорошо и отлично. Соответственно, при наличии оценок удовлетворительно и каких-либо академических задолженностей вы не можете претендовать на данную стипендию. Кроме этого, в рамках нашего отдела также происходит назначение стипендий президента и правительства Российской Федерации, также стипендий президента и правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям и различных именных стипендий. Как правило, коммуникация по вопросу назначения данных стипендий осуществляется через факультеты и непосредственно через заместителей деканов на ваших факультетах. Мы, как правило, направляем конкретные требования для кандидатов, которые предоставляются на получение данного вида стипендий. И в рамках данных требований на факультетах осуществляется сбор документов. После этого происходит рассмотрение поданных заявок в рамках отдела и впоследствии эти документы направляются в министерство и мы ожидаем уже одобрения на назначение стипендии. В рамках нашего отдела также реализуется назначение материальной помощи. Материальная помощь, в отличие от стипендий, это единоразовая денежная выплата, то есть это такая форма материальной поддержки для нуждающихся категорий студентов. Соответственно, для тех, кто, опять же, обучается на очной форме, на бюджетной основе, предусмотрена такая мера поддержки. Соответственно, в случае, если вы относитесь к льготной категории, имеете соответствующие подтверждающие документы, вы можете претендовать на получение данной денежной выплаты. Кроме того, существуют различные исключительные случаи, когда вам необходима материальная поддержка, вы также можете обратиться за ее назначением. Назначение материальной помощи происходит в соответствии с решением жилищно-бытовой комиссии и по итогу утверждения либо отклонения заявки происходит назначение данного вида выплаты. Следующий блок, которым занимается наш отдел, это распределение мест в студенческих общежитиях РВСУ. Как вы наверняка знаете, в нашем университете не одно общежитие, их целых пять. Мы распределяем места в рамках данных общежитий в соответствии с достаточно простым алгоритмом действий. Если вы хотите претендовать на место в одном из общежитий РВСУ, вам необходимо сделать следующее. В первую очередь, это подать заявку на предоставление места в общежитии через систему электронного портфолио обучающегося с указанием желаемого адреса общежития, указанием своих полных контактных данных и так далее. После заполнения этой заявки происходит рассмотрение поданных заявлений жилищно-бытовой комиссии и по итогам рассмотрения всех поданных заявлений ваша заявка в портфолио меняет свой статус либо на положительный, либо на отрицательный, либо на нейтральный в случае ожидания проверки. После того, как заявка изменила свой статус, опять же, в системе электронного портфолио, и вы видите, что вам предоставлено место в общежитии, вам необходимо заселиться в одобренное вам общежитие, то, которое указано, опять же, в вашей заявке, с предоставлением полного пакета необходимых документов. Данная информация содержится на нашем сайте, какие документы вам потребуются при заселении. Соответственно, что касается предоставления общежитий для наших студентов-первокурсников. В ближайшие дни должна открыться форма подачи заявок на предоставление мест в общежитии. Данная форма будет также размещена в системе электронного портфолио обучающегося. Вы сможете подать там заявку в случае необходимости предоставления вам общежития. После того, как форма для подачи будет закрыта, и все желающие смогут подать свои заявки, будет происходить рассмотрение поданных заявлений жилищно-бытовой комиссии. По итогам рассмотрения поданных заявлений будет осуществляться постепенное заселение всех нуждающихся в общежитии первокурсников. Соответственно, по вопросам переселения, выселения из общежития, расторжения договора с общежитием, также нужно обращаться в наш отдел. Хотелось бы сказать, что в текущих условиях, во-первых, наверное, общей мировой пандемии коронавирусной, во-вторых, в условиях того формата образования, который реализуется у нас сейчас, в соответствии с этим контекстом, вы можете связываться с нами не только очно, но и дистанционно. Для связи у нас существуют различные каналы. Это и электронные почты, адреса которых вы сможете увидеть на экране, и контактные телефоны, которые также будут размещены здесь. И также у нас есть канал взаимодействия в Телеграме. Это чат нашего отдела, где вы можете задавать интересующие вас вопросы по поводу назначения стипендий и предоставления места в общежитии. Сотрудники нашего отдела всегда оперативно отвечают студентам. В случае, если какая-либо информация требует более оперативного донесения, мы, как правило, взаимодействуем с факультетами. В любом случае необходимые ответы на интересующие вас вопросы вы получите при обращении по одному из этих каналов. Всем спасибо большое за внимание. По всем возникающим у вас вопросам вы можете обращаться по тем адресам и по тем телефонам, которые были указаны на экране ранее. Субтитры сделал DimaTorzok Важной частью студенчества является организация профсоюзов. В нашем университете правком играет важную роль, а представит его заместитель председателя правком РГСУ Никитин Даниил. Правком РГСУ приветствует тебя, первокурсник. Меня зовут Никитин Даниил, и я являюсь заместителем председателя правком РГСУ. И сегодня я расскажу тебе, что такое правком и чем он занимается. Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанное общими интересами по роду их деятельности, созданное в целях защиты социально-трудовых прав. Правком РГСУ входит в московскую городскую организацию профсоюзов, которая насчитывает более 40 профсоюзных организаций крупнейших университетов Москвы. Правком протягивает руку помощи студентам, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях, решая социальные проблемы и отстаивая ваши права. Мы – организаторы таких мероприятий, как «Профоров года», ежегодные межвузовские выезды, а также с содействием организациям московских кремлевских елок. На «Профорге года» представители факультетов соревнуются в организаторских навыках, проектной деятельности и профсоюзной эрудированности, а лучшие проекты конкурса реализуются внутри нашего университета. Также приятным бонусом для каждого члена профсоюза будет возможность получить билеты на спортивные матчи, крупные концерты и другие мероприятия. Говоря о студенческом секторе профкома, на каждом из факультетов есть свой профорг, готовый помочь студентам в любых вопросах, касающихся профсоюзной деятельности, а также помочь со вступлением в профсоюз. Чтобы вступить в профсоюз РГСУ, нужно, во-первых, заполнить учетную карточку, во-вторых, предоставить фото 3х4, в-третьих, заполнить ведомость, а также предоставить все необходимые документы и оплатить членский взнос. Наша профсоюзная организация материально помогает своим студентам, ежемесячно выдавая материальную поддержку, а также оказывает помощь студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации. А с недавнего времени наши профсоюзные билеты стали электронными, что позволяет их владельцам получать дополнительную выгоду при посещении развлекательных заведений и интернет-магазинов. И что бы ни случилось, помните, профком в РГСУ знает, что делать. Профком — это второй дом. Люди, которые поддерживают и согревают. Это возможность для десятка бесплатных экскурсий, выставок, концертов и спортивных мероприятий благодаря билетам от профкома. Привет, студент! Меня зовут Натали, и я являюсь руководителем семьи профкома. Профсоюз в первую очередь — это помощь людям. Поэтому наш профсоюз — это большая семья, где любят, ценят и уважают друг друга. Редактор субтитров А.Семкин